привет ребята меня зовут антон и мы продолжаем проходить игру the forest и так я в принципе игру так и не завершал потому что я думаю если я завершу да ну то есть как бы закрою то до сохранение не будет потому что сохранение видимо видимо в альфа версия отсутствует но в любом случае нам нужно сейчас передохнуть немножечко потому что почему а вот все смог передохнуть отлично так эта ночь у нас или что немножко непонятно вот сейчас точная ночь отлично а сейчас а сейчас все рассвет и почему-то дождик не перестает нифига отлично все кастры горите прекрасно очень рада то что для зажигалки топлива не нужно как все-таки красиво и знаете что я предлагаю сейчас покушать немножко немножко покушать и жарить кролика надеюсь он жарится более-менее быстро не так уж и долго то было бы крайне обидно у нас много тотемов отпугивающих ну я по крайней мере я надеюсь что они отпугивающие а на деле там фиг знает на самом деле отпугивающие или нет багов конечно в игре просто тьма да и однозначно еще просто развиваться и развиваться но напоминаю да я уже говорил конечно в предыдущих сериях что потенциал у проекта огромный то есть если правильно в нужном русле все сделать то получится замечательней игра и здесь очень-очень сильно не хватает кооператива вот то есть если сделать кооператив то все будет шикарно так как а кролик где понял куда делся кролик ух ты оказывается из кожи можно делать себе броню зверушек этих и и игуан или или как там этому ткани балла уже совсем уже все конечно вот эта баррикада из тел каннибалов горела дольше других ну похоже мы все таки просто-напросто сожгли кролика жестоко знаете что мы сделаем мы пойдем мочить игуан вот попутно можно камни камушки собирать веточки потому что они лишним это точно не будут и скоро нам все равно придется посетить пещеру так почему-то меня руку взял автоматически товарищ не надо не надо так не надо руку подбирать сейчас нам просто хотите искать где может находиться это игуана вонючая ну ладно ладно может не такая вонючая но все же или мы кролика уже съели автоматически честно говоря чего не знаю того не знаю это что чем это пугать это чуть не обосрался в общем это их не пещеры да мы неподалеку от них находимся фонарик не надо нам фонариков не надо нам нужно игуана без нее никуда где-то бревна падает блин жесть и нам очень-очень нужно игуана очень просто очень может мы где-то найдем здесь хоть одно животное можно бы потом шкуру захимичить так это не место крушения случайно а я забыл что на этот раз у нас крушение было в другом месте да но все равно здесь у нас множество животных может быть поэтому вариант неплохой как бы здесь побродить немножечко поискать что да как авось найдем в любом случае у нас есть коктейль и молотова поэтому можно будет можно будет совсем разобраться и чё-то фпс фпс вообще чуть-чуть начал проседать жестоко на ровном месте причем но поделать с этим ничего нельзя к сожалению птица да какая-то гагара может быть такое тоже возможно наверное все таки фпс начинает садиться от того что много времени проводишь в игре все-таки unity конечно дает о себе знать достаточно прожорливый движок еще удивительно что он не вылетал до сих пор но игра смысле ни разу как-то какой-то степени даже странно на самом деле так но нам нужна игуана текстура конечно отличная в игре замечательно сделана ну блин ну ну хоть одно животное но появись появись который можно зарубить чтобы было неплохо но пожалуйста пожалуйста мне нужна твоя шкура я от нее откажусь она очень полезная она дает нам броню ну ну пожалуйста ну пожалуйста да игуан решила от нас отказаться печально печально но я еще думаю что у нас есть шанс найти хоть одну зверушку можно конечно попробовать огород свой наладить слушайте знакомое место по моему первый раз мы просрали именно здесь если кашу все правильно помню да слушайте знакомые места ничего не скажешь но домик у нас конечно же достаточно далеко отсюда прошлый раз живности тут было очень много но очень много живности просто обалдеть как много что ок однозначно нет нет все игуан решили попрятаться и не появляться потому что не знаю то что я обязательно их съем что они вкусные игуана вы вкусные вообще конечно как то странно то их там чуть ли не попы жуда то теперь их вообще нету не появляются и даже кроликов нету ни птичек вообще никого нет надо оптимизации конечно еще поработать нужно обязательно без этого никак но то что нам показывает куда надо идти уже замечательно самом по себе и лес до лес радует очень радует сделано качественно так нам палки то еще можно собирать какое-то количество по крайней мере точно можно так иди сюда так ну лучше конечно игуану потому что шкура шкура пригодится так лично а нет шкуру кролика мы к сожалению не можем использовать полной мере что грустно ну ладно в таком случае игуана ты где он кролик есть где он где кролик кролик иди сюда блин маленький ты подонок не хочет он попадаться но никак не хочет ну и хрен с ним да правда же ведь правда так а если попробовать вернуться в тот лагерь который мы находили или же просто давайте мы просто попробуем пойти по берегу надеюсь может быть куда мы придем в интересное место потому что голод у нас вроде пока еще не настолько сильный чтобы уже вплотную заботиться о нем и у нас с энергией все очень плохо нам по-любому нужно по берегу дальше ходить потому что батончики заканчиваются постепенно а это очень очень плохо я еще раз извиняюсь за просадки в фпс но ничего не поделаешь увы так а на берегу у нас обширно все на самом деле много много мест которые еще нужно посетить вообще задумка на самом деле отличнейшая со стороны совсем с этим мне говорили что в каком-то фильме уже было нечто подобное реализовано кто какое дерево но точно срубить нельзя но в любом случае такой фильм я не знаю вот я читал в интервью с разработчиками что они вдохновлялись каких какой-то кинолентой но какой именно не могу сказать на сто процентов абсолютно не могу так так мы куда-то идем вообще я не знаю просто идем себе идем а вы знаете а море море сделано все-таки качественно от нас о ягуана отлично сразу же давайте захимичимся отлично отлично а ягуан больше тут нету потому что они нам нужны они жестоко нам нужны эти ягуаны очень жестоко нам нужны и мы куда-то вообще убежали фиг знает куда я серьезно я не шучу тут даже скалы дырявые настолько далеко мы ушли так у нас тут обзор можно узнать что и как так так там внизу есть пляж давайте мы на него попробуем сходить потому что вдруг вдруг на нем найдется что интересного да там есть какая-то лодка и мы начинаем в пещере каннибалов то есть что бы ни произошло обязательно мы именно тут начинаем да но ладно окей фонарик так сказали что баг есть еще если в пещере найти пистолет вот этот который сигнальный вот то он бесконечный я не знаю на самом деле правда это или нет но мы проверим отлично все понаберем что только можно да главное что мы еще топор нашли что как бы тоже очень круто нет нам не сюда здесь где-то должен быть такой небольшой проход под скалой и там вот он вот он тряпки нет тряпки нам не нужны пожалуй пам 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 все понятно то есть можно это без пистолет бесконечно подбирать окей окей давайте выбираться отсюда что еще могу сказать по моему пальцы да здесь висят жестоко жестоко однозначно и да все таки чем дальше мы заходим тем игра больше тормозит то есть с ней еще работать и работать по-хорошему а из пещеры мы по идее будем убираться достаточно долго если я не ошибаюсь и все правильно понял но тем не менее мы попробуем мы просто попробуем так здесь по моему тварь вот эти будут нет так я уже слышу их где они будем расстреливать их что-то такое ведерочка обалдеть ну наверное то то что они успели притырить с самолета я так думаю а где выход то вообще отсюда выход по моему где то здесь если я все правильно помню или не здесь а здесь а здесь здесь вон они валим отсюда валим валим нас тут как бы и не было то место опасное опасное так главное чтобы они за нами так не увязывались конкретно да потому что ой все что ли уже у нас закончилось да фонарик у нас закончился можно его как-то реанимировать нет нельзя ну ладно друзья давайте мы тогда на этом серии завершим надеюсь она вам понравилась так же как и мне ставьте пальцы вверх добавляйте подписчики всем спасибо за внимание и пока